если же мы хотим организовать дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы то рекомендуется использовать это приложение google classroom где найти это приложение мы входим в браузер google chrome верхнем правом углу для того чтобы воспользоваться google classroom нам обязательно нужно иметь аккаунт в google мы войдем в свою почту и меня переместили в google класс войдя в комнату google класс давайте попробуем разобраться с тем что собой представляет этот инструмент как в нем создавать электронные материалы по своим предметам с чего начать как предположить как подписать учеников на ваш курс как добавить задание как потом производится оценка выполненных опубликованных заданий и как формируется электронный журнал при первом входе очевидно что у вас открывается пустой аккаунт когда мы переходим в google класс мы видим окно которое позволит нам создать новый курс сейчас у меня здесь есть два своих курса у вас конечно будет пустой аккаунт для того чтобы создать свой курс нужно будет кликнуть на знак плюс верхнем правом углу здесь есть две опции либо присоединиться к курсу либо создать курс опция присоединиться предназначена для учеников создать курс и предназначена для учителей мы хотим создать курс как только мы это делаем открывается диалоговое окно создание курса мы даем название курсу например указать к какому разделу это относится культура речи указать свой предмет и аудиторию для которой курс предназначен например 10 в класс на самом деле вот эти три поля не являются обязательным к заполнению можно указать курса и перейти к его создание нажали кнопку создать вот наш курс появился языковые нормы относится к культуре речи и самое первое что мы здесь видим это код курса вот этот код необходимо передать своим ученикам если они нажмут кнопку присоединиться который мы видели ранее им потребуется ввести код конкретного курса код вашего курса назначается автоматически изменить его самостоятельно вы не можете если вы забыли добавить что-то в описании своего курса или хотите убрать лишнее например хочу убрать раздел культура речи оставить только название эту информацию можно поменять она является редактируем и и настраиваем и для этого мы нажимаем кнопку настройки для этого мы обращаемся к настройкам курса и в появившемся окне сведения о курсе вносим свои необходимые изменения я убираю раздел и убираю класс потому что может быть эту тему у меня будут изучать ученики и 10 и 11 класса одновременно нажимаю сохранить обновления в курсе произошли языковые нормы код курса который я отправлю своим ученикам как присоединить учащихся к курсу для этого нужно будет показать ученикам код который назначается самим google classroom он находится под названием вашего курса вот он вы его копируете и отправляете ученикам любым доступным способом это можно сделать по электронной почте по ватсапу или любому другому мессенджеру при помощи которого вы поддерживаете связь с учениками как только этот код получает ученики они заходят в google classroom в роли учащихся вводит этот код и автоматически присоединяются к вашему курсу если вы хотите лично отправить кому-то сообщение о присоединении на ваш курс google classroom вы можете сделать это во вкладке пользователи здесь есть возможность присоединить группу учителей и группу учащихся у учителей появится доступ к редактированию курса а у учеников появится доступ к просмотру и выполнению заданий а также общению с педагогом при присоединении курсу ученик выбирает себе роль то есть роль учащегося возвращаемся на главную страницу лента как создать материал в ленте материал может быть присоединен разными способами например как ссылка из интернет источника или как файл с вашего компьютера или с google диска также можно прикрепить какое-либо видео с youtube давайте попробуем это сделать для этого мы нажимаем кнопочку новая запись выбираем кто будет видеть эту запись все учащиеся или это будет обращено только для вас вводим текст какого-то задания например я предлагаю на этой неделе вам нужно будет выполнить тест по теме лексические нормы повторите материал и прочитайте дополнительный источник и давайте попробуем каким способом мы можем присоединить этот материал я нажимаю кнопку добавить и мне предлагают выбор материал с google диска какую-то ссылку какой-то конкретный файл или видео с youtube допустим я хочу присоединить определенную ссылку если она у вас заранее заготовлена вы можете ее копировать и вставить можете ее копировать и вставить в это окно вот так будет выглядеть ваше задание вы предложили прочитать дополнительный источник из-за того источник появляется вот в таком вот виде давайте посмотрим как он будет выглядеть ученик просто нажмет на ссылку и сразу перейдет на необходимый для нас сайт и прочитает материал который мы ему рекомендуем если нас все устраивает мы действительно попали на тот сайт который хотели мы нажимаем кнопку опубликовать попробуем еще сделаем запись предлагаем ученикам дополнительный материал для чтения он находится на моем компьютере я нажимаю кнопку добавить и тогда в этом случае выбираю файл есть два способа можно зайти в свой google диск можно перетащить файлы прям в это окно давайте попробуем это сделать например я хочу чтобы эту презентацию презентация автоматически загрузилась если я хочу добавить какие-то еще файлы например какой-то рисунок с которым им предстоит поработать и таким образом я могу выбрать любое количество документов добавить для публикации и нажимаю кнопочку загрузить происходит загрузка и мы видим что этот материал для чтения появился и здесь есть две вкладки которые ученики смогут посмотреть да здесь у меня был рисунок по которым я предлагаю выполнить задание и презентация которая касается изучаемой темы опять же если нас все устраивает мы нажимаем кнопку опубликовать таким образом ваши ученики получаются от вас задания они могут прокомментировать какое-то задание задать вам дополнительные вопросы например да когда нужно прочитать публикует свою версию и вы и все участники вашего курса могут видеть эту публикацию вы можете ответить ученику и соответственно если этот вопрос интересовал и других учеников они получат на него ответ одно из самых важных вкладок в google classroom и конечно является вкладка заданий здесь можно создать задания разных видов задания в виде описания это может быть файл с текстовым заданием например заданием для практической работы для реферата или для эссе в зависимости от того какую работу вы поручаете ученикам это может быть задание с тестом здесь создается опросник в виде google формы это может быть задание о форме дискуссии или обсуждения кнопка вопросы и это может быть какое-то дополнительное задание для чтения материал сюда мы можем разместить здесь мы можем предложить ученикам соответствующие теме источники для самостоятельного изучения ну и опция тема здесь можно создать тему в соответствии с учебной программы и внутри каждой темы могут находиться свои задания давайте попробуем создать какое-нибудь задание например мы хотим создать задание с тестом нажимаем кнопочку и у нас автоматически появляется окно где мы должны дать название тесту и описать какие-то инструкции ну например все вопросы в этом тесте являются обязательными в тесте имеются задания с единичным выбором ответа у нас автоматически появилась google форма мы переходим по этой ссылочке и google форма для создания этого теста открывается в новом окне мы меняем название вставляем тоже описание и у нас появились варианты тест нас на наш называется лексические нормы здесь нам предлагают ввести вопрос и добавить варианты ответа мы можем ввести вопрос и предложить варианты ответов я выбирайте необходимое количество вариантов и назначаете правильный ответ для того чтобы назначить правильный ответ мы должны войти в настройки и оформить эту ссылочку как тест для этого переходим в настройки нажимаем кнопочку тесты у нас должна быть включена вот эта кнопка эта кнопка обозначает что что я создаю тест который сразу после отправки формы будет оцениваться для этого мне нужно ввести правильные ответы и указать баллы для того чтобы выделить правильный ответ я нажимаю кнопочку ответы выбираю ответ который будет правильным и предлагаю определенное количество баллов например вот такой можно пойти другим способом если у вас есть готовый тест вы можете открыть его и просто копировать материал например я копирую вопрос создаю новое задание добавляю новый вопрос вставляю вопрос и выбираю какой ответ будет предлагаться сейчас стоит выбор один из списка это значит что среди тех вариантов которые я добавлю только один будет являться верным у меня есть также варианты ответа вот четыре варианта ответа я могу скопировать их сразу все и вставить выполняем ту же процедуру нажимаем кнопку ответы назначаем правильный ответ и предлагаем также например за него один балл давайте посмотрим другие виды вопросов я хочу добавить вопрос например хочу чтобы у меня было несколько правильных вариантов из списка я выбираю этот пункт и вставляю копирую и вставляю варианты ответа назначаю правильные варианты здесь у меня было два правильных варианта и соответственно мне здесь большее количество баллов например я предлагаю по два балла за каждый правильный ответ и того 4 нажимаю кнопочку готово но еще один вопрос попробуем например сетка множественный выбор это задание для того чтобы установить соответствие вот похожее задание копируем вопрос вопрос копируем левую колоночку правую и вот в такой форме будет выглядеть это задание слева у вас будет тип ошибки а справа предложение которое этот тип в себе содержит вот мы назначаем правильные варианты ответа на допустим это будут такие такой 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 и вот такой и за каждый вариант ответа я например предлагаю по одному баллу еще обратите внимание мы можем с вами поставить галочку что это обязательный вопрос это будет значит что ваши ученики не смогут отправить вам google форму пока не выполнят абсолютно все задания все наш тест готов давайте посмотрим как он будет выглядеть для того чтобы просмотреть как выглядит тест мы нажимаем на вот этот значок значок глазика и он предлагает нам просмотреть мы прям можем попробовать этот тест выполнить ну допустим так так и вот так мы ответили на все вопросы и теперь форма позволяет нам отправить тест нажимаем кнопку отправить появляется такое окошко где нам сообщают о том что наш ответ записан и предлагает посмотреть баллы ученик может посмотреть какие задания он выполнил правильно какие неправильно все задания выполнены неправильно ученик может подготовиться посмотреть на правильные ответы потом для себя попробовать пройти тест еще раз после того как мы нажали кнопку просмотр попробовали выполнить тест увидели как выходят результаты нас все устраивает мы нажимаем кнопку отправить вы можете выбрать как отправить и тест ученику либо на почту либо в виде ссылки либо посредством фейсбук или каких-то других мессенджеров например я выберу почту и отправлю курс другому ученику ставлю галочку включить форму в сообщение электронной почте и нажимаю кнопку отправить сохраняем задание и вот так будет выглядеть наш тест когда ученики войдут в курс на первом месте они увидят что появился новый тест тест по теме лексические нормы они могут кликнуть по этой ссылке и здесь перейти к google формам и выполнить это задание после того как вы пригласите учеников на курс они будут отправлять вам свои выполненные задания вы сможете поставить им определенные баллы например баллы как мы увидели сейчас за тест и на основе выставленных баллов сформируется электронный журнал как будет выглядеть электронный журнал в нем будет отображено столько заданий сколько вы опубликовали в ленте и за сколько вы выставили баллы ну что ж уважаемые коллеги я думаю на этом все мы посмотрели самые основные возможности google classroom которые позволят нам начать работу с курсом уже прямо сегодня надеюсь что вы попробуете этот инструмент и будете им довольны ну а ну а ну а ну а ну а